Добрый вечер! Как обычно по воскресеньям я предлагаю вместе оглядеть события недели, попытаться понять их смысл, выявить тенденции. Всегда важно знать, куда катится колесо истории. Сегодня мне в этом поможет Андрей Виленович Сенченко, исполняющий обязанности главы администрации президента Украины. Здравствуйте, Андрей Виленович. Ну давайте мы посмотрим сразу самые свежие, самые горячие вещи. Они произошли в Харькове. Давайте глянем и начнем разговор. Есть, все есть! Фанаты Днепропетровские и Харьковские объединились. И произошли стычки между представителями, так сказать, активистами антимайдана Харьковского и вот этой объединенной командой «Ультрас». Пострадали люди, довольно все жестко происходило. Вот это происходит в Харькове. Как вы оцените вот эти вещи? Ну вы знаете, я в Харькове последние пару лет бывал неоднократно. И, конечно, меня поразило то, что вот некогда культурный, интеллектуальный центр нашей страны, он находился в таком очень спрессованном психологическом состоянии. Даже не вот в этот период, как бы, постреволюционный. Потому что в Харькове, ну, плечом к плечу, правили городом, по сути дела, криминалитет и милиция местная. А интеллигенция харьковская, она была вот в таком очень спрессованном состоянии. Студенчество харьковское. Это не надо путать с криминальной пехотой, там где тоже та же возрастная категория, но совершенно не та же в интеллектуальном смысле. И, вы знаете, вот то, что раньше вызывало, допустим, тревогу у многих граждан, поведение там фанатов, футбольных, они не всегда себя, так сказать, хорошо вели на стадионах, но то, что вот эти молодые люди, это патриоты нашей страны, они родились в независимой Украине, они не знают, что такое Советский Союз, это для них абсолютно пустой звук. И они отставят, в том числе, европейский выбор. Вот то, что они вышли сегодня защищать единство Украины, а кто вышел на встречу? На встречу вышла вся та же самая криминальная пехота Харькова. Но я вот все-таки надеюсь, что проснутся нормальные, интеллектуальные, воспитанные, образованные харьковчане. Что их разбудет или кто их разбудет? Наверное, все-таки должен мозг проснуться для того, чтобы уже дальше все-таки... Ну и вообще-то говоря, это достаточно стандартная ситуация, футбольные болельщики составляют часто ядро многих беспорядков. Вспомним Египет, это такое было и во Франции и так далее. Ну или ядро революции, можно как угодно трактовать, можно с положительным знаком. Сейчас это не то, не то. Мы сейчас говорим о том, что люди вышли как патриоты своей страны. И по-моему, насколько я знаю, вообще на них напали. То есть не они, как говорится, не они начали первые. Но интересно, что объединились такие люди, ультрас, которые на трибунах обычно... Еще раз, это молодежь, которая родилась в независимой Украине. Поэтому я все-таки надеюсь, что более старшее поколение, более взрослые харьковчане, еще раз повторю, хорошо образованные люди, которые по сути являются... Ну, Харьков, конечно, это ядро научной интеллигенции, гуманитарной интеллигенции Украины. Я уверен в том, что эти люди свое слово скажут. И позиция Харькова особенно важна в этом отношении. Он вроде бы как географически, исторически все-таки на Востоке находится, но тем не менее там выздоровело что-то новое. Но мы, как вы сказали, подождем, когда это все проснется и сформулирует свою повестку, и будет задавать тон. Ну, а пока, к сожалению, речь идет о том, что с мятежниками с юго-восточных регионов, с повстанцами, разговор идет на силовую... Ну, давайте не будем их называть ни мятежниками, ни повстанцами. По сути дела... Федералисты, пророссийские активисты... Это диверсионная акция, или там целая система этих диверсионных акций против независимой Украины. Согласен. Значит, не мятежники, а еще хуже, террористы. Вот давайте посмотрим, что происходило на этой неделе на антитеррористическом фронте Украины. Переговоры в Женеве по Украине не дали желаемого результата. В течение недели Украина, ЕС и США с одной стороны и Россия с другой обвиняли друг друга в невыполнении договоренностей. Ни одно из положений соглашения, а именно деэскалация конфликта, освобождение административных зданий и выдача заложников выполнены не были. Более того, в ночь на Пасху состоялась перестрелка у одного из блокпостов на въезде в Славянск. В результате трое человек погибло, были сожжены два автомобиля нападавших. Кто именно совершил нападение, до сих пор непонятно. По крайней мере, официальные украинские власти уверяют, на Пасху никаких операций не проводили, а случившиеся назвали провокацией. Несмотря на это, Кремль обвинил Киев в срыве договоренностей. Тот, кто сознательно ведет линию на развязывание гражданской войны, надеюсь, видимо, спровоцировать большой, серьезный, кровопролитный конфликт, занимается преступной политикой. И мы будем эту политику не только осуждать, но и пресекать. Россия должна выполнить свои международные обязанности. Мы ничего не просим у России, мы требуем только одного. Выконуйте международные угоды. И не поводьте себя, как гангстеры. Мы призываем Россию отвезти войска. Ни одна страна не должна провоцировать нестабильность в соседней стране. Мы призываем Россию прекратить поддерживать людей, которые прячутся за масками и причастны к организации беспорядков в Восточной Украине. Мы дали четко понять, что подобное поведение будет стоить России дорого и приведет к еще большей изоляции. Эти слова вице-президент США Джозеф Байден произнес во время визита в Киев 22 апреля. Американские власти снова предостерегли Россию от военного вторжения в Украину и выразили особую обеспокоенность сосредоточенностью войск на границе. Несмотря на призывы о скорейшей деэскалации, новый виток конфликта вспыхнул уже на следующий день. 23 апреля в речке Северский Донец нашли изувеченное тело горловского депутата Владимира Рыбака и студента киевской политехники Юрия Поправка. Они выступали против так называемой Донецкой Республики и были похищены за несколько дней до этого. Отпрессуйте его немного в свою машину и вывезите куда-нибудь подальше. Когда будете паковать, руки связать, увязать так, чтобы ни глаза, ничего не видеть. В МВД Украины заявили к убийству причастны спецслужбы России. Один из организаторов – Игорь Стрелков, офицер главного разведывательного управления Федерацией. Эта особа является офицером главного разведывательного управления Генерального штаба Збройных сил РФ и помощником из силовых вопросов самопроголошенного премьер-министра Крыма Аксенова. Игорь Безлер, который также перебивает в расшуке, до 2002 года проходил службу в подразделе Генштаба Збройных сил РФ и закончил службу в звании подполковника. После этого был направлен к Украине. После громкого убийства исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов дал приказ возобновить активную фазу антитеррористической операции. 24 апреля украинские силовики начали наступление на позиции боевиков в Славянске. В результате ликвидировали три блокпоста, пять человек были убиты. Со стороны правоохранителей один получил ранение. Контратаковали экстремисты украинских военных в Краматорске. В аэропорту им удалось взорвать боевой вертолет. На фоне этих событий Россия огласила о начале масштабных военных учений на границах с Украиной. Более того, в Москве уже в открытую начали говорить о возможных военных действиях. Если интересы России или наших граждан будут напрямую атакованы, как, например, это произошло в Южной Осетии, мы не видим других вариантов, как ответить. Это будет сделано в полном соответствии с требованиями международного права. Нападение на россиян – это то же, что нападение на Россию. Есть соответствующие нормы Устава Организации Объединенных Наций, статья 51 Устава, который говорит о самообороне, который мы задействовали, кстати, во время конфликта на Кавказе в 2008 году. Так что международные правовые основания у нас есть. Мы знаем, что наши вооруженные силы очень дееспособны, и они не те, которыми они были только несколько лет назад. Но задача не в этом. Задача, чтобы была деэскалация конфликта. Минобороны Украины, в свою очередь, заявила, русская армия как никогда близко, всего в километре от украинской границы. В ведомстве предупредили, только сапог российского солдата ступит на нашу землю, Украина даст отпор. Збройные силы Украины готовы к отбитанию любой агрессии. Вчера были некоторые маневры поблизу государственного кордона. Подходы колонн до государственного кордона на отстань до одного километра. Значит, полеты авиации. Но это режимы, в которых мы живем каждый день. И вы должны все понять, что мы на эти выклики нормально, адекватно реагируем. К концу недели проявилась еще одна интересная деталь. Начали появляться подтверждения причастности российских военных к событиям на востоке Украины. Об этом сперва заявил депутат Госдумы Илья Пономарев. Это не присутствие танками, самолетами и какими-то большими воинскими соединениями. Это присутствие, как бы мы сказали, на уровне военных инструкторов. То есть на уровне частей. Я так понимаю, что это спецназ главного разведывательного управления Генштаба. То есть это военная разведка, которая там присутствует. Их количество исчисляется десятками, ну может быть сотней человек. Позже газета «Комсомольская правда» разместила видео-интервью с руководителем славянских повстанцев, россиянином Игорем Стрелковым. То, что часть захватчиков госучреждений на востоке не украинцы, он даже не скрывал. Формировался непосредственно отряд, с которым я пришел в Славянск. Он сформировался на территории Крыма. Я не буду этого скрывать. Он сформирован из добровольцев. Но, повторяю, более половины, даже, я бы сказал, две трети, это граждане Украины. Причем даже не крымчане в основном, есть и крымчане. Это беженцы из других регионов Украины. В пятницу произошел и вовсе вопиющий инцидент. Радикалы захватили ехавший в Славянск автобус. В плену оказались украинские армейцы и наблюдатели миссии ОБСЕ. В субботу захватчики сказали, что отпускать заложников не намерены. Возможен лишь вариант обмена. Задержанные разведчики НАТО будут обменены на наших заключенных. Другого варианта освобождения я не вижу. В довершение всего карты открыл и самопровозглашенный мэр Славянска, поделившись планами на дальнейшее. Мы дойдем до Киева, чтобы стремить в глотку осиновый кол. Таким упырям. Вот все же я могу по этому поводу сказать. Максимально обостряет ситуацию и реакция на происходящее в Москве. Совет Федерации принял решение 29 апреля вынести на рассмотрение вопрос о вводе миротворческой миссии на территорию Украины. В свою очередь, мировое сообщество огласило о готовности ужесточить санкции против России в самое ближайшее время. Ну вот, Андрей, я пользуюсь случаем задать вам такие важные для меня вопросы. И для всех, наверное. Я задавался этим и ответов не получал. В чем смысл и задача антитеррористической операции? Ну, вы знаете, в условиях, когда развязан террор против нашей страны, когда, по сути дела, действует диверсионная сеть. Эта диверсионная сеть привлекает, она основана на основе этой сети или узлами этой сети являются кадровые сотрудники ГРУ Генштаба Российской Федерации, Министерства Бронной Российской Федерации, и дальше привлекается криминалитет активно, активно финансируется. То есть мы с вами должны понять, что еще раз, это форма агрессии против нашей страны. Здесь все понятно. Я говорю о тактике. Вот смотрите, был анонсирован первый этап антитеррористической операции. Вот здесь рассказывают, что уничтожили три блокпоста, убили пять этих самых террористов или как угодно. Не это является сегодня результатом? Секундочку, я продолжу. Объявили второй этап. Вот мне совершенно непонятно. Второй этап. Вроде бы как окружили Славянск и сказали, что они сдадутся, эти самые террористы, повстанцы, как угодно их именуют. Я не понимаю, как можно? Стотысячный город теперь обложили. Кто, как? Во-первых, эти этапы, они касаются не только Славянска, они касаются в целом тех регионов, в которых сегодня совершаются диверсии против нашей страны. И первая задача, которая стояла, и она в принципе, ну скажем так, за пределами Славянска, она относительно успешно решена. Это расслоить протестную массу, потому что там были разные люди, в том числе эмоционально заряженные, просто нормальные граждане, мирные граждане, которые устали от многолетнего, извините, беспредела власти, коррупции и так далее. Удалось отделить? Я считаю, что за пределами Славянска удалось. Славянске это сложно сделать, потому что, по сути дела, стотысячный город находится в заложниках у преступников сегодня. Вот в этом проблема. Так а что же тогда? То есть войти для нормального диалога с людьми в Славянск практически невозможно. Поэтому я вот в целом хочу пару все-таки штрихов вот этой акции. То есть первая задача была отделить нормальных людей, вступить с ними в диалог, объяснить о том, что сегодня есть возможности в диалоге с властью строить новую страну и новый Донбасс. Совершенно с иным, с человеческим лицом. Дальше есть та часть людей, безработных, которых привлекли за деньги. Местный криминалитет, который тоже активно финансируется. И в этом смысле наша задача была объяснить им, что они находятся на границе правонарушения с переходом к преступлению. И для них рецепт один. Вы сложите свои битые арматуру, кто на эмоции взял оружие в руках, сдайте это оружие. И все-таки еще раз. И вы будете амнистированы в этом случае от имени государства. И наша задача как власти создать рабочие места с тем, чтобы эти люди не таким образом зарабатывали себе на хлеб. Я говорю о чисто милицейском или военном представлении. Еще раз. Вы хотите сократить мой ответ, а его не получится сократить. И третья часть. Это, по сути дела, те люди, на руках которых есть кровь. Это те, кто является, их статус однозначно диверсанты на территории нашей страны. Это эти же грушники. У нас сегодня их уже под 30 человек в следственных изоляторах. Так а что же они сдадутся после этой блокады? Они не сдадутся. А что они тогда были? И поэтому их придется попросту говорить. Ну так, мочить в сортире, как говорил господин Путин. Ну это мочить в сортире. Мы не применяем такую терминологию. Их придется нейтрализовать. Да. Но этот способ нейтрализации мне, как взрослому человеку, офицеру из-за опасности, не совсем понятен. Тем более, что вот сегодня захватили телецентр в Донецке. И уже там переналаживали. И уже вышли. Не-не-не. Уже вышли. И телецентра там пикетируют снаружи. Ну хорошо. С теми, кто пикетирует, можно вести диалог. Еще раз. Это люди без оружия. Их опять-таки нужно, так сказать, разделить по интересам. Потому что там есть те, кто поджигает эту ситуацию. Те, кто координирует. А есть просто нормальные люди. Еще раз. У которых есть претензии к власти за много лет. Вот оно сейчас выплескивается. Но если мы возвращаемся к сложной точке. Вот такой, как славянство. Еще раз повторю. В чем проблема? Не может сейчас. Не может государство силами, привлеченными к антитеррористической операции. Просто массируемо начинать наступать на город, где 100 тысяч человек. Там женщины, дети. Там есть люди, которых террористы взяли в заложники. Поэтому это точечное воздействие. Может быть здесь, может быть так надо парадоксально понять, что наоборот Украину защищают от того, что происходит в Славянске. Что блокирует, как бы локализует это дело. Потому что с точки зрения подавления на Славянска, есть... Еще раз. Кое-что вы разъяснили. Но задача подавить не Славянск, а подавить диверсантов, которые сейчас находятся в Славянске. Да, да, да. И здесь я совершенно согласен. Единственное, что вот путь подавления, тут конечно много тонкостей, как вы совершенно правильно говорите. Мирные люди, там можно прикрыться какими-то живыми счетами и так далее. Операция крайне сложная. И вообще задача довольно уникальная может быть. Но параллельно вот какая-то активность происходит на других уровнях. Вот, например, давайте посмотрим по поводу вот этой истории. В общем, посмотрим. Я хочу сказать, что еще раз, у нас разная философия с Путиным. Мы не можем подавлять террористов так, как он это делал в Норд-Осте. Ценой десятков, сотен человеческих жизней. Вот в чем дело. Понятно. Хорошо. Ну давайте теперь посмотрим, что у нас в ситуации с вот этой группой наших разведчиков, которых задержали, кажется, в Краматорске. На востоке страны вооруженные люди захватили трех сотрудников СБУ. Все сотрудники спецподразделения «Альфа». Сейчас их держат в заложниках в захваченном здании СБУ в Славянске. Видео с допросом украинских правоохранителей появилось сегодня на сайте российской газеты «Комсомольская правда». Боевики демонстрируют удостоверение трех украинских офицеров – Сергея Потемского, Евгения Веринского и Ростислава Кияшко. Судя по видео, к сотрудникам СБУ применяли силу и их зачем-то раздели. Сначала их на вертолете в Краматорск, а оттуда на машине они в Горловске приехали. Задачей работников спецслужб якобы было задержание одного из граждан Российской Федерации, которого подозревают в убийстве депутата Горловского горсовета от партии «Баткевщина» Владимира Рыбака. Сегодня утром СБУ подтвердило информацию о том, что трое сотрудников «Альфы» находятся в плену. Прокуратура Донецкой области начала расследование по факту незаконного препятствования деятельности сотрудников службы. А в Артемовске этой ночью состоялась провокация у одной из воинских частей. По данным Минобороны, к контрольно-пропускному пункту подошли почти 150 безоружных людей. Они заблокировали выезды с части и потребовали от военных разоружиться. Военные отказались и около полуночи у части собралось уже около тысячи людей. Люди начали сжечь шины. Увидев, что военные не реагируют на психологическое давление, толпа вскоре разошлась. О чем это? Трезво будем оценивать, кто собирается под воинской части. Еще раз повторю, за многие годы в Донбассе, вот если во многих частях нашей страны минимизирован был криминалитет, то в Донбассе он был, знаете, вот как бы непосредственным подручным средством власти и тех людей, которые считали себя хозяевами Донбасса. За последние годы это подросло по всей стране, потому что институт смотрящих, который практически развился за последние четыре года, он требовал в том числе и силовой поддержки, и крышевания бизнеса, передел этого бизнеса. Я думаю, что вот эти структуры, они в костяке. Конечно, но в Донбассе это просто все в Кубе было. И вот сейчас оно активным образом используется, оно активным образом финансируется. Безусловно, спецслужбы нашей страны работают над пресечением источников финансирования. Но представьте себе, у человека в кармане кредитная карточка. Российского банка, что тоже не воспрещено. И он просто каждый день на нее получает 500 долларов. Вот докажите криминальность этого действия. Не очень просто. Не очень просто. Но вот таким образом финансируется, так сказать, участие в этих нападениях на воинские части. Это все понятно. У меня есть такая скромная версия, что вполне это могут финансировать те люди, которые убежали от революции во главе с Януковичем. Можете даже не сомневаться. Его семью и его кошельками, и его смотрящими, которые все там на месте. Но хочу сказать, что и местные оставшиеся еще пока здесь публика, в том числе, к сожалению, и находящиеся в зале парламента, тоже в этом участвуют. Прикрываясь депутатскими мандатами. Теперь я все-таки хотел бы вот на этот печальный случай с нашими разведчиками, сотрудниками ГРУ, которых задержали там в Славянске. Вот как вы прокомментируете. Я бы сказал, это жестко может быть очень неприятно. У нас уже много случаев было таких и в Крыму, которые вы хорошо знаете. Когда военнослужащие не выполняли свой долг, которые переходили на сторону противника, или выполняли то, что он требует. Я не хочу жестко относиться к этим людям. Я не думаю, что у вас есть повод к ним так относиться. Потому что это как раз люди, которые выполняли задания. Они выполняли опасные задания. Это не сотрудники военной разведки, это сотрудники спецподразделения СБУ. Еще раз, они рискуя своей жизнью, выполняли задания, которые они получили на службе. Выполняли его, подчеркну, на территории своей страны. И захватили их террористы. Поэтому сегодня предъявлять к этим людям каких бы то ни было претензий нельзя. То есть вы считаете их поведение на этом допросе безупречным? Ну, еще раз, не мы с вами должны оценить поведение на допросе. Хорошо? Хорошо. Хорошо, давайте дальше. По психологии Донбасса, социальной партнерии. Все-таки в нашем разговоре много идет такого, что это ядро криминалитета, это вся такая жесткая вертикаль смотрящих и так далее. Может быть, все-таки в этом протесте вы все-таки видите то, что лечится? Или то, что является предметом каких-то разговоров, диалогов? Еще раз повторю, основа Донбасса это нормальные трудовые люди. Люди, которые работают на предприятиях, в шахтах, тяжело работают, в сложных условиях, так сказать. Которых много-много-много лет обворовывали, не доплачивали зарплату, не финансировали улучшение условий труда и повышение безопасности труда, в частности по шахтерам и так далее. Это рабочие люди. Вот это фундамент Донбасса. Но то, что власти выгоден был криминалитет в Донбассе, то, что вместо того, чтобы финансировать создание рабочих мест, крали эти деньги, а потом за эти средства, за часть этих средств содержали свои криминальные бригады, иногда целые армии, ну это тоже реалии Донбасса. Реалии. Но я просто подвожу к теме, не буду этого скрывать. Вот и в Донецке, и в Луганске люди, которых можно назвать террористами, криминалитетом или чем-то. Но они сейчас ставят вопрос и даже заявляют о том, что они готовы уже провести в ближайшие же недели референдум о чем. Давайте посмотрим в сюжете. 11 мая незаконно созданные Донецкая и Луганская народные республики собираются провести референдумы. На них будет вынесен вопрос о независимости этих квазиреспублик от Украины. 23 апреля сепаратисты в Донецке попытались получить доступ к госреестру избирателей. Их попытки были предотвращены СБУ совместно с ЦИК. А уже 26 апреля лидер ДНР Денис Пушилин сообщил, что нашел и деньги на проведение плебисцита. Ранее его стоимость оценивалась 85 миллионов гривен. Средства, по его словам, поступили от добровольных пожертвований общественных организаций и физических лиц. Другая информация, в частности, у главы госдепа США Джона Керри. Он заявил, что волнение в Украине продолжает финансировать Москва. Россия стоит перед выбором. Если она выберет путь деэскалации, международное сообщество одобрит это. А если нет, мир позаботится, чтобы плата для России росла. В Луганске сепаратисты уже заявили, что 18 мая там состоится второй плебисцит. На нем будет вынесен вопрос, быть республике независимой или присоединиться на правах автономии к России. Ралия! Ралия! Провести референдум на легитимной основе одновременно с выборами президента 25 мая потребовали в принятой резолюции и депутаты Донецкого облсовета. Мое пожелание, чтобы это был закон о местном референдуме и везде провели такие социалистские опросы, чтобы однозначно все граждане Украины имели возможность высказать свое мнение по данной проблеме. В Харькове городские депутаты призвали парламент как можно скорее принять закон о местном референдуме и изменить Конституцию. По их словам, это не поддержка сепаратизма, а лишь шаг к обещанной Киевом децентрализации власти. Депутаты Верховной Рады должны определить компетенцию местных референдумов как пример, как пример. Отозвать депутата, отозвать городского голову, значит, рассмотреть вопросы местного значения и так далее. Однако замглавы ЦИК Андрей Магера 25 апреля заявил, что у исполняющего обязанности президента Александра Турчинова нет полномочий инициировать референдум об изменении Конституции. Основной закон, по его словам, депутаты смогут изменить лишь осенью. Вместе с выборами президента, по словам Магеры, реально провести лишь консультативный опрос украинцев. Я хочу немножко поправить оценку. Сказали, Москва финансирует. На самом деле там немножко не так. Москва сегодня, вбросив вот эту целую сеть диверсионных, кстати, не только сегодня. У нас есть арестованные сотрудники российского ГРУ, который 2, 3, 1, 4 года работал под чужим именем, с чужим паспортом в Украине, то есть ввел подрывную деятельность против нашей страны, вопреки существующему соглашению о непроведении такого рода деятельности взаимно на территории России и Украины. Так вот, еще раз, это целая сеть, это сеть, которая дальше подключила криминалитет, подключила таких маргиналов, а уже потом втягивали население. То, что та часть, которая финансируется, и криминальная пехота, и вот эти вот дискотеки под органами власти, там с палатками и прочими всеми делами, это в основном, по нашим данным, финансируют отъехавшие ныне в Москву бывшие или пока еще украинские граждане, это семья Януковича и его окружение. Давайте представим себе ситуацию, когда верхушка, там, десяток человек, уехав из страны, по сути дела, увезли с собой, не физически, а за счет того, что они выкачали из страны, и физически в том числе. Каждый из них сегодня обладает состоянием, сопоставимым с бюджетом страны. Для них сегодня профинансировать вот эту смуту, это просто копейки, потому что они крали, крали и крали, не останавливаясь. Вы знаете, вот когда мы говорим о составе, опять-таки, тех людей, которые там ядро, скажем, захватив, находятся в этих зданиях административных. Я был неделю назад в Луганске, и дважды в течение прошлой субботы вел переговоры с теми, кто, вот так, лицом к лицу, с теми, кто находится в здании СБУ в Луганске. И вот второй раз, когда мы встречались, там было три человека, один из них хорошо подготовленный, Андрей, то есть достаточно, так сказать, в интеллектуальном смысле хорошо подготовленный. Не житель Луганска, не житель Луганской области. Он представился как житель Артемовска. И вот у меня возникает вопрос, так сказать, на фоне вот тех остальных, кого я видел, вот такая достаточно хорошо подготовленная фигура выглядит просто как координатор этих действий. Один из вот этих троих, это был предприниматель, Алексей его зовут, он высказывал обиду там, ну, не совсем адекватные, в связи с неадекватными действиями правоохранительных органов по отношению к нему. Ну, я где-то, наверное, его понимаю, хотя там всего фактажа не знаю. Но у меня к нему вопрос, ты всю жизнь будешь обижаться и сидеть в этом здании? Или все-таки, ну, какой-то вывод, есть семья, надо, так сказать, есть дети, иди спокойно и работай. Ну, вот он как-то колебался, но остальные двое, так сказать, его сразу поправили. А третий просто заявил, вы сегодня жестко перекрыли границу, а я, вообще-то говоря, контрабандист. Я всю жизнь этим занимаюсь, и поэтому меня это не устраивает. Вот как вот в этом, знаете, вот в таком даже сообществе из трех человек, один, так сказать, явно координатор, за спиной которого кто-то стоит, там, грушники, один контрабандист, а второй нормальный предприниматель, третий нормальный предприниматель. Вот как их сегодня? Вывести из этого здания? Ну, вот те персонажи, о которых вы говорите, видимо, заслуживают просто задержания, если это, опять же, вот так. Ну, хочу сказать... На митинги выходит довольно большое число людей и простых требований их, там, отчасти, там, понятны, там, русский язык, я не знаю, федерализация, они говорят о том, что они хотят, чтобы им не мешали справлять, там, 9 мая, и они не будут мешать справлять день рождения Бандеры, там, или годовщину. Вы знаете, никто не мешает справлять 9 мая. Это идеология. Я думаю, что шахтеру, и, ну, в общем, это все-таки третья мысль, как минимум, которая приходит в голову. А так, в общем, разумеется. Из трех моих собеседников вдвое не могли объяснить, что такое федерализация. Вы просто не могли. Да. Вот давайте мы с вами как раз попробуем понять, что такое вообще федерализация. Я, кстати говоря, согласен и с вами, и с ними. Я сам не очень понимаю, что такое федерализация в рамках Украины. Тем не менее, эта идея есть. Эта идея обсуждается во всяких Женевах. Эту идею продвигают, там, наши соседи и многие из тех, кто находится на Востоке. Эта идея, не эта идея обсуждается в Женеве. Эта идея навязывается России. Эта идея навязывается России с целью просто разрыхлить страну. Потому что вот есть явно актуальные, просто уже назревшие, я бы даже сказал, перезревшие необходимость децентрализации власти в стране. Вот когда мы говорим о децентрализации власти, то речь идет о том, что функции по управлению территорией, территориальной громадой, они должны быть максимально делегированы вниз. Потому что для того, чтобы управлять, нужно управлять материальными, финансовыми, кадровыми ресурсами внизу. А когда любой чих нужно согласовывать в Киеве, а это означает, что, скажем так, чиновник, которого согласовывают на должность, его явно в глаза не видят, но для чего-то утверждают в Киеве, то это порождает коррупционные всякие схемы, продаются должности и так далее. Ну, я думаю, коррупция и в облсоветах, и местных будет считать еще. Сейчас мы об этом поговорим. Мы об этом поговорим. Там, знаете, вот для этого еще, для того, чтобы побороть коррупцию, нужно научиться пользоваться своими гражданскими правами. И делать это не только раз в 4 года, когда опускаешь бюллетень. С другой стороны... Мы не должны быть одноразовыми, как граждане. Смотрите, вы же знаете, о чем говорите. Вот те широкие полномочия и бюджетное перераспределение, налоговое и так далее, все было предусмотрено еще в 4-м году. Как в том варианте Конституции, который сейчас возвращен в действие. Однако 10 лет ничего не происходило. Давайте вернемся сейчас к вопросу федерализации, децентрализации. Скоро вы сформулировали этот вопрос. Вот возьмем, допустим, сферу финансов. На сей момент это еще, по сути дела, принципы, на которых был сформирован и большинством, скажем так, подконтрольным Януковичу был утвержден бюджет страны. Он подразумевает, что 80% финансовых ресурсов в стране собирается в одном кулаке. Здесь. Это позволяет здесь централизованно украсть половину. Дальше. Это позволяет остатки раздать тем регионам, которым хотят раздать. То есть лояльным. Единственное, что я здесь замечу, что ничего там Янукович не придумал такого креативного, он просто давил до совершенства ту систему централизации, которая при трех предыдущих президентах. Не-не-не, я сейчас вас поправлю. Хочу сказать, была попытка в 2009 году, когда правительство Тимошенко внесло в парламент новый бюджетный кодекс. И он реально переворачивал вот эту пирамиду. То есть в этом случае власть концентрировала здесь, в Киеве порядка трети всех финансовых ресурсов. То есть бюджетных поступлений в бюджет. Треть. И две трети оставались на уровне местных советов. То есть оставались на том уровне, где нужно, собственно говоря, решать проблемы людей. Но хочу вам сказать, что как только дошло содержание этого закона, этого кодекса до Ющенко, то он, будучи подельником Януковича, мгновенно задробил этот закон. Я бы так вот наивно предположил бы, что центр никогда не поделится полномочиями с регионами при любом правительстве, если его не заставят. Конечно. Не понудят к этому. Безусловно. Потому что то, что вы сказали, 50% там украсть на этих транзакциях туда-сюда. Да, но я вам привел пример. Тысячи людей. Когда центр в лице правительства проинициировал эти вещи. Я не могу нереализованный проект комментировать. Он был принят парламентом. А потом, насколько я помню, Ющенко наложил вето на него. Я согласен. Я думаю, что тут дело не в том, что лично Ющенко так просто давление очень сильное со стороны бюрократии и так далее. Но мы сейчас немножко ушли в такую мирную тему. Вот сейчас есть Донбасс, есть проблема, которую нужно решать. Есть фракции, которые вы сказали, уже выделили в этой проблеме террор, поддержка России, поддержка нашей эмиграции. Янукович и компания, все силовики и миллиардеры увезли туда несколько бюджетов Украины и оттуда финансируют эту гражданскую, так сказать, войну. Ну, желают превратить ее в эту войну. Есть население, у которого есть некие... Оно может быть неправо, может быть его там как-то манипулируют и так далее. Но оно вот чего-то такого хочет. Сейчас у нас приближаются выборы президента, время вообще принятия очень мощных решений. Что ваше, какое личное предложение, может вы озвучите, то, что обсуждается в центрах власти, что делать с этими предложениями? Вы знаете, мое личное предложение, еще раз подчеркну, это пока мое личное предложение, потому что по нему нет какого-то политического решения. Оно заключается в том, что нужно запараллели два процесса. Законодательные изменения в части наделения местных органов власти или органов местного самоуправления, наделение не только обязанностями, но еще и полномочиями и финансовыми ресурсами. Я думаю, что эти законодательные изменения могут быть приняты и вступить в силу уже в этом году, то есть осенью этого года. И тогда можно будет провести досрочные местные выборы. Парламентские это отдельная тема, тоже на мой взгляд. Кстати, их-то как вы говорите. Да, ну вот еще раз, давайте мы к парламентским тоже подойдем. Но досрочные местные выборы как раз дадут людям по всей стране возможность и фактическое право переформатировать власть, активным войти в эту власть. И более того, позволят тем людям, которые идут на выборы, не лгать избирателям. Потому что они будут понимать, на какие ресурсы они могут рассчитывать, реализуя свои программы. И на какие полномочия, которыми будут наделены местные советы. Я считаю, что это все крайне разумно и крайне правильно. Единственное, что нужно представить, что сейчас, когда люди возбуждены, когда люди готовы к чему-то там, или уже психология войны происходит, свой, чужой. Какие сигналы можно подать прямо сейчас? Вот опять, это сигнал, который нужно подавать сейчас. Что до конца года мы тут поработаем. Не-не-не, вот вы поймите правильно, наверное, хочется чуда. Но представьте себе, мы бы сейчас вот эту идею реализовали 25 мая. Провели бы досрочные местные выборы. Вот вся страна была бы включена в этот процесс. А что было бы в результате? Хочу вам сказать, не-не-не, это неплохо, но в результате была бы профанация. И потом люди после этих выборов пришли и сказали, вы нас обманули. Почему? Потому что выборы произошли бы в органы власти, у которых нет полномочий реальных и нет ресурсов. И вот эту профанацию не надо лгать избирателям. Именно поэтому я за то, чтобы мы сейчас включились вместе в подготовку этого законодательства и синхронно провели изменения в законах и выборы, которые позволят на местах решать проблемы людей. Вот тогда почувствуют разницу. Хорошо. Ваши слова услышаны. Но мы еще не задели одной важнейшей вещи, которая будет, по моему мнению, определять очень многое в политической картине, а едва ли не все. Это экономика. Это экономический кризис. Давайте посмотрим небольшой сюжет, что сейчас происходит с ценами у нас, а потом продолжим этот разговор. Экономическим шоком для украинцев остаются высокие цены на бензин. За последние недели популярный А95 подорожал более чем на треть. В среднем он теперь стоит более 15 гривен за литр. Подскочила цена и на дизель. С начала года почти на 70%. С жалобой в антимонопольный комитет 21 апреля обратилось Министерство агрополитики. Аграрии предупредили, что с такими ценами не смогут запастись дизелем для проведения весенних полевых работ и подготовиться к осенней уборке урожая. Доля топлива в совокупных затратах аграриев возросла в два раза – до 25%. Однако 24 апреля комитет подтвердил – цена на топливо может достигать 15,5 гривен за литр. Нефтетрейдеры же заявили, что их заработок за последние два месяца и так упал на 10%. Люди стали экономить на бензине. Ценники, по их словам, они смогут поменять, как только распродадут все топливо, закупленное наперед по старому, высокому курсу валюты. Если будет стабильный курс доллара, он продержится месяц-полтора, мы будем видеть стабильные цены по снижению на всех АЗС. Проверку антимонопольный комитет начал и на рынке лекарств. В аптеках ценники выросли в полтора-два раза, несмотря на стабилизацию гривны. 25 апреля в Кабмине заявили, что готовятся ввести граничные цены на препараты. Согласно ему, ориентиром для украинских цен станут цены в аптеках ряда восточноевропейских стран. Курс национальной валюты изменился, это правда. Он изменился на 20% за последние два месяца, но он не изменился на 60%. Гривна к 27 апреля стабилизировалась на отметке около 11 гривен за доллар. Цена за доллар может упасть и до 10,5 гривен, отметил министр экономики Павел Шеремета, но только после получения кредита от Международного валютного фонда. Уже 30 апреля, по словам международных кредиторов, они рассмотрят вопрос о предоставлении Украине 17 миллиардов долларов. После этого решения выделить стране 800 тысяч евро пообещала и Япония. Несмотря на пессимистичные прогнозы, ВВП Украины в первом квартале упал всего на 1%. Об этом заявил советник главы Нацбанка Валерий Литвицкий. По итогам года правительство ожидает падения в 3%. МВФ же прогнозирует все 5%. Андрей, в связи с этим я бы хотел поделиться с вами моей версией происходящего, которая объясняет, кажется, какую-то часть процессов. Вот премьер-министр Яценюк, только вступая в должность, исполняющего обязанности, объявил, что страна банкрот. Было спокойно доведено до всех людей, что в казне денег нет, придется выполнять серьезнейшие требования МВФ по сокращению государственных расходов, по уменьшению социальных выплат, по замораживанию и так далее. Всякие ужасы, коммуналка и все остальное. Люди это хорошо поняли. И, может быть, этим объясняются некие такие вещи, что мы хотим в Россию. И такое непроизносимое слово или мысль, что, может быть, нас там Россия прокормит, когда на Украину уже надежды немного. И так вот прикинули, что, может быть, мы отдадимся вот в этом смысле и нас будут содержать лучше. Ну, вы знаете, содержать точно никто никого не будет. Это слово «содержать» неприемлемо ни для какой возрастной категории. Потому что, если мы говорим о пенсионерах, то их не содержат. Им выплачивают то, что они своим трудом заработали. Вопрос только в том, насколько совершенна система и насколько есть ресурсы для того, чтобы уровень, скажем, пенсии соответствовал уровню цен, для того, чтобы люди могли нормально жить. Но хочу вам сказать, что вот те крымчане, это только часть крымчан, которые пошли на референдум, в этом смысле они тоже счастья не обрели. Потому что пока пенсии все те же самые пересчитанные в рубли, а цены в полтора раза выросли. Да, они там будут немножко подтягивать пенсии, но, поверьте, они не догонят роста цен в том же самом Крыму. Поэтому это все иллюзии. Если говорить о работоспособной части населения, то тут рецепт один. Нужно строить нормальную страну, всем вместе, в диалоге с властью. И нужно, знаете, нужно всем уже переходить вместе на мирные рельсы. Потому что вот эти, так сказать, похождения бесконечные молодых людей по всей стране, так сказать, в камуфляже, они же не создают дополнительной стоимости, они не повышают доходы бюджета, они не увеличивают возможности страны в смысле финансирования, образования, культуры, обороны и так далее. То есть нужно начинать всем работать. Задача власти в этом смысле сделать так, чтобы было больше рабочих мест. Поэтому всей стране, нам все вместе нужно переходить на мирные рельсы. Я о чем говорю? О том, что, возможно, и в сфере пропаганды, извините, идеологии, необходимо подать населению какие-то, опять же, мощные сигналы о том, что правительство имеет ресурсы, имеет возможности, имеет идеи по поводу того, чтобы это все сделать. А кроме того, вы здесь правильно совершенно говорите, что вот этих самых вооруженных людей, они же везде есть, и в Киеве. Ну, их меньше, меньше с каждым днем. Меньше, а тем не менее, элементы двоевластия есть. И пока Майдан в таком виде стоит, я лично, как житель Киева, я не поверю в то, что двоевластия уже не существует. Ну, вот так вот как. Знаете, вот я бы даже сегодня, может, не об этом сказал. У нас есть, на мой взгляд, три основных вызова сегодня для страны, которые в том числе не позволяют сконцентрироваться пока на экономических вопросах. Первое, это, безусловно, военная, так сказать, агрессия российская, вот в той форме, в которой она совершается на сегодняшний день. Второе, это попытка реванша со стороны представителей старой власти. Я вам хочу сказать, что если у них там первый месяц был испуг, то сейчас они нашли уже тропинки во многие властные кабинеты, и двери туда они уже открывают ногой. Так они просто там уже сидят. И это уже... Кернес, о котором вы говорили, вы говорили, что криминально, там чего-то такое, руководство в Харьковской, вы начали эту беседу, с этого беседы. Но все на местах. Олигархи, причем такие, которые очень репутацией пользуются такой, серьезный, да, там, как, допустим, Коломойский, получают, так сказать... Я в данном случае имею в виду немножко не это. Знаете, я же не могу, и мы не можем давать такие рецепты, взять избранного мэра Кернеса, там, вынести из кресла. Еще раз. Ну, выносили... Не-не-не, секунду. Если есть у правоохранителей, так сказать, доказательная база, то они доведут до суда, он будет отвечать. Ну, я думаю, все-таки это... Я сейчас говорю даже о другом. Я сейчас говорю о той челяди, которая вокруг семьи Януковича крутилась, в том числе с депутатскими мандатами, в том числе из парламента страны, которая вначале поджала хвосты, а сегодня, еще раз повторю, они ногами открывают двери во властные кабинеты. Это вопрос не к ним, это вопрос к нам, к новой власти. К той власти, которая пришла усилиями, в том числе Майдана, революции и тех людей, которые положили свою жизнь на Майдане. Поэтому вот в этом смысле нужен очень жесткий контроль общества. Это вы к кому обращаетесь? Это я в том числе обращаюсь ко всем нашим телезрителям. И когда я говорю о третьем вызове, третий вызов это коррупция. Потому что, знаете, одно дело объявить борьбу с коррупцией, совсем другое дело победить. Это процесс, это длительный процесс. Но пока, если кто-то мне скажет, что есть ощутимые результаты борьбы, то я скажу, что пока их нет. Потому что... Есть еще теория вопроса. В мутной воде, а сейчас вода все-таки достаточно взмученная, не то, что кто-то специальный, а прохинди, мошенники, коррупционеры чувствуют себя гораздо лучше, чем даже в нормальной ситуации. И поэтому можно предположить, и сигналов довольно много о том, что коррупционные схемы возобновляются или обновляются. Или какие-то... Есть попытки реанимировать институт смотрящих, крышевания, бизнеса и так далее. Вот, ну, не знаю, если, может, вы знаете хоть один пример, таможни в нашей стране, на которой перестали брать взятки, и на которой исчезла возможность контрабанда. Я не назову ни одной такой таможни в нашей стране. Вот, если кто-то... Я слышал так, что наоборот, там много чего усилено сейчас в связи с особыми условиями, со многими ограничениями, которые вводят государства для того, чтобы преодолеть эти ограничения, там, аккордные платы и все остальное. Ну, вот я сейчас скажу, как я, например, вижу выход из этой ситуации, но перед этим скажу, что и в налоговой то же самое. Если кто-то думает, что перестали, так сказать, брать взятки в налоговой, нет, не перестали. И это проблема. Ну, так вот, вы же заместили в администрации. А теперь давайте посмотрим. Я потому и поднимаю этот вопрос, что эту проблему можно и нужно решить, и решать только в диалоге общества и власти. Потому что, если мы, уйдя с Майдана, будем считать, что мы привели во власть, ну, не знаю, может, там, самых безупречных, то поверьте, как только общество ослабит свою хватку с точки зрения контроля власти, в этой власти начнут спотыкаться и подскальзываться в тот же самый момент. Но я веду к тому, что надо находить формы, ну, уже, так сказать, невоенные формы контроля за властью. Потому что сегодня вокруг каждой таможни, которая работает в стране, можно создать, ну, не знаю, так сказать, не физически вокруг, а клуб экспортеров, импортеров, которые, допустим, условно через львовскую таможню работают, крупные структуры. И сделать эту деятельность публичной для того, чтобы каждый факт, когда с кого-то что-то захотели получить, было бы народовым. Поверьте, тогда можно будет ставить вопрос в парламенте о снижении таможенных пошлин и так далее. Потому что не будет коррупционной составляющей. Но для этого же надо, чтобы общество... Потому что я немножко занимался так и по бизнесу, что ли, в общественной работе. Вот эти проблематики. В 10-м, в 11-м году вот такие же речи говорили. Надо вот это все сделать прозрачным и чистым и так далее. Я был в Грузии, там вообще... Не ждите, что чиновники это сделают прозрачным и чистым. Закрыли этот вопрос элементарными техническими делами. Неохота рассказать. Таможня такое простое дело, как оказалось. Там девочки сидят, которые в компьютере только сверяют декларации там и все остальное. Это все придуманные темы, усложнения и по налогам, и по таможне. Но мы возвращаемся к общественному контролю. Это важнейшая вещь. И, кстати, судьба Майдана здесь. Я сказал, высказал свое мнение, как жители Киева, что вот пока я не вижу Майдан, я чувствую, что ничего не закончил. Но с другой стороны, у Майдана и общественности, у него нет контрольно-ревизионного управления. У него нет этих самых бухгалтеров, но дубина есть. И когда он наконец поймет, что эта власть полностью не оправдывает надежду, он скорее всего возьмется за дубину и будет прав. И тогда опять будет новое, потом опять бросят контролировать, дождутся опять нового социального взрыва. Это не рецепт. Мы, как граждане, не должны быть одноразовыми. Еще раз повторю сам себя. Наша функция не только на выборах поставить галочку в бюллетене. У нас есть право, как у граждан, контролировать власть. Я приведу самый простой для Украины канонический пример – дорожный контроль. Который в тяжелые времена, по сути дела, монополии Януковича на власти и всей этой пирамиды, которая была под ним, нашел формы, как бороться со взяточным в ГАИ. Я не говорю, что его побороли, но это дальше нужно делать. И надо находить подобные формы в каждой сфере деятельности. Знаете, например, я общаюсь очень часто с губернаторами, и они мне говорят, слушай, мы уже не знаем, куда обращаться, потому что все контролирующие органы, которые были старой властью назначены, практически в том же составе работают, уже воют от этой структуры по защите прав потребителей. Совершенно правильно. А изменений кадровых нет, поэтому это наши в том числе претензии к правительству. Очевидно, здесь есть главный технологический вопрос. Мы сейчас имеем некую проблему не только с, ну не то что двоевластием, да, ну в общем не зафиксированностью какой-то власти, но и межвластью. Мы сейчас готовимся к президентским выборам. И вот я бы хотел сейчас ознакомить наших телезрителей с новыми данными по президентской кампании, по шансам претендентов, а потом мы обсудим. В среду комитет избирателей Украины опубликовал данные социологического опроса Украина президентские выборы 2014 апрель, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований СОЦИС, Киевским международным институтом социологии, социологической группы Рейтинг и Центром Разумкова. В сравнении с предыдущим опросом расстановка сил значительно изменилась. И касается это в первую очередь лидера гонки. Петр Порошенко усилил свои позиции. Если в начале апреля за него готовы были проголосовать 28,2% респондентов, то сейчас рейтинг возрос до 48,4%. На втором месте находится лидер партии «Баттевщина» Юлия Тимошенко. Ее позиции остаются относительно стабильными. В сравнении с предыдущим опросом ее рейтинг возрос на один пункт с 13 до 14%. Также почти не изменился и рейтинг Сергея Тегибко. Вместо 6,4% с состоянием на начало апреля, по последним данным, за него готовы голосовать 7,1% избирателей. А вот на четвертом и пятом месте рейтинга произошли изменения. На место Ольги Богомолец и Олега Ляшко, которые имели по 3,7% поддержки, поднялись Михаил Добкин и Петр Симоненко. Поддержка эксгубернатора Харьковщины выросла с 3,6% до 6%. А лидер коммунистов, замыкающий пятерку лидеров президентской гонки, имеет 5,6% поддержки вместо 3,2% состоянием на начало апреля. Всего было опрошено почти 6,5 тысяч респондентов во всех регионах Украины без учета Крыма. Активность избирателей оказалась достаточно высокой. Около 85% готовы принять участие в выборах и только 11% не пойдут на голосование. Оставшиеся 4% еще не определились. Статистическая погрешность опроса составляет 0,8%. Ну как ваш прогноз? Состоятся у нас выборы? Нам выборы очень необходимы как стране. Они необходимы не политикам, они необходимы Украине. Потому что сегодня с нашим государством не обсуждает никакие вопросы, которые выходят за двухмесячную перспективу. Потому что говорят, что вы изберите президента, и тогда мы сможем с вами обсуждать стратегию на год, на два, на более длительный период. Знаете, ну меня как бы рейтинги не зомбируют абсолютно. Я очень прохладно отношусь к этой социологии. Почему? Потому что каждые выборы в отношении определенных людей не подтверждаются эти показатели. Ну все-таки. Иногда в разы. Иногда в разы. Знаете, на мой взгляд, ну я же не могу как чиновник агитировать здесь, высказывать свои предпочтения, но хочу вам сказать, что на мой взгляд люди поддержат того кандидата, кто будет являться альтернативой в какой-то степени хаосу. Тот человек, который обладает силой, волей и достаточной харизмой для того, чтобы повести за собой народ и перевести страну на мирные рельсы, тот человек, который сможет, ну вот, знаете, как бы люди будут чувствовать, что это сильный лидер. Сильный настолько, чтобы с ним считались и на Западе, чтобы с ним был вынужден считаться, так сказать, Путин, вынужден считаться. И тот человек, который на самом деле может обеспечить такое поступательное развитие. Ну а как это все-таки проблема вот этих Донецкой, Луганской областей? Возможно, возникнут проблемы, не дай бог, и в каких-то других регионах, насчет того, чтобы не участвовать в голосовании, либо проводить свои какие-то самодеятельные референдумы и прочее. Еще раз повторю, что самодеятельные референдумы к этому отношения не имеют. Инициативы какие-то, так сказать, могут быть, но когда мы говорим о выборах президента, мы понимаем, что задача Путина номер один сорвать эти выборы. Поэтому смута будет финансироваться, могут быть попытки, ну, серьезные попытки дестабилизации, там, и с применением оружия и так далее. Но я думаю, что уже как-то власть более-менее сгруппировалась и силовые структуры для того, чтобы эти попытки локализовать. Это все совершенно правильно. Президент очень нужен Украине, нужен человек, который сможет вот мандатом народа, так сказать, провести те реформы, о которых мы только что говорили. В частности, антикоррупционные действия, мероприятия и антитеррористические тоже. Я все-таки пессимистично думаю, что эта угроза сохранится и после выборов в той или другой форме. Ну, дай бог, чтобы ее все-таки разрешили. Ну, вот теперь мы перешли к следующей теме. Это вот чего хочет Путин. Вы говорите, что Путину, вот сейчас вы сказали, что Путину, вот кровь из носу, нужно сорвать президентские выборы. Это тактическая задача, если говорить... А вот стратегическая задача. Вот смотрите, в Крыму Россия действовала так как-то тихо, молниеносно, как-то так аккуратненько и вот что-то вот добилась некого для себя успеха, может быть, временного. Сейчас здесь идет какая-то война, на Юго-Востоке я имею, какая-то война нервов, какая-то утечка, фейки, да, там информационные броски, но серьезных действий уже несколько недель не происходит. Ну, так вот, если говорить по-серьезному. И с украинской стороны нет такого давления. И здесь я понимаю вас, когда вы говорите, что у нас Норд-Ост мы не хотим здесь, да, чтобы там моря крови, да, и победить врага. Мы никогда этого не позволим. Вот, значит, более гуманное отношение к людям и так далее, к своей стране. Но вот Путин сейчас вот играет в какую-то игру. Вот в чем вы ее видите? Ну, во-первых, я чуть-чуть бы вернулся к Крыму, чтобы мы не говорили, что там все это так легко. Проблема была в том, что Путин, знаете, ударил, извините, под дых Украину как раз в тот момент, когда еще не было власти. Вот уже закончилась война, развязанная Януковичем с украинским народом, но еще не была сформирована власть в стране. И он этим моментом воспользовался. Плюс к этому все-таки Черноморский флот, который находился на территории Крыма и нарушая соглашения усиливался. Ну, окей, что было, то было. Если мы говорим о стратегических целях Путина, то первое это не допустить успешного восстановления и развития страны после революции, страны, избравшей европейский путь развития. Не путинскую модель, я бы так сказал, не путинскую модель. Это первый, наверное, вопрос. И второй вопрос это то, что в России это тоже не все так хорошо и благополучно. И знаете, если мы говорим или смотрим на картинки, там Москва гламурная, это одно. А если взять российскую глубинку, то это такая уже тоска безысходная. Значит, по-вашему, Путин испугался того, что Украина может стать витриной некоего альтернативного пути и простимулирует определенные внутренние процессы. Ну вот я здесь немножечко как-то не совпадаю, что-то как раз в самом на дне падения Украины. А вот вы знаете, а вот с дна начинается подъем, вот же в чем дело. Вот этот подъем ему не нужен. Это первое. И второе, я все-таки еще раз хочу вернуться ко второй причине, к внутриполитическим причине российской. То, что там рейтинг власти-то падал, падал и падал. И Путину нужна была победная кампания, и вот аннексия Крыма, но это очень сложно будет удержать. Я вот немножко слежу за российским общественным мнением и прессой, но мне кажется, что, допустим, аннексия или присоединение Донбасса не вызовет даже десятой доли той эйфории, которая была по Крыму. Вот еще раз, Крым нужен был для вот той составляющей. А Донбасс сегодня нужен для того, чтобы еще раз не дать спокойно жить и работать. Не дать возможность стране восстанавливаться. И все просто подгаживать и подгаживать. Поэтому Путин, это подгаживание, оно, знаете, достаточно мощное, потому что Путин сейчас воюет, по сути дела, не с украинской властью, он воюет с каждым гражданином нашей страны. Потому что он не дает нам жить нормально, он не дает нам начинать восстанавливать и строить нормальную страну. Окей. Но смотрите, каждый день идут довольно веские заявления. Обама просто вот каждый день заявляет, что мы призываем всех усилить там. Уже он для него, Путина уже в нарицательном смысле как-то вот Путину уже довольно неуважительно даже по личностному в риторике Обама. Но если человек относится неуважительно ко всему миру, то как его ждать ответа? Я согласен. Я говорю о том, что все-таки в Кремле люди злые, плохие, но разумные. И идти для того, чтобы подгаживать... Ну, насчет разумного, я бы сказал, подготовленные. Ну, смышленные. Смышленные. Смышленные, да. Значит, вот соображает, да, там что-то такое. И вот смотрят, да, тут вот можно получить, ой-ой-ой, как по голове, да, тем более они в капиталах все, и Путин, и все это... Они же там тоже... И тут предлагаются такие серьезные вещи, секторальные блокады, это... Вот Обама сегодня еще раз говорил об этом. Это очень сильные вещи, которые могут подорвать экономику России. Ради чего? Ради того, чтобы немножечко поподгаживать Украине? Или, может быть, какие-то ставки там больше? Ну, вы знаете, Путин, развязав эту кампанию, он, по сути дела, поставил, знаете, на кон свою политическую власть. То есть, ему отступать-то некуда. Ему некуда отступать. Тогда-то надо захватывать. А захватывать не получается? А захватывать не получается. Я думаю, что это была бы катастрофа, и они все это... Хочу вам сказать, что даже вот то, что вы, знаете, как бы прошли, сказали, ну, то вот оно уже как бы состоялось, аннексию Крыма. Хочу вам сказать, что сегодня у мира особых там альтернатив-то нет. Есть всего два варианта. Или вернуть ситуацию в соблюдение гарантий, заложенных в Будапештском меморандуме, то есть о целостности Украины и суверенитете над всей территорией. Или придется всем штатам, не знаю, Великобритании, Германии вдвое увеличивать военный бюджет. Не только для сдерживания путинской агрессии, а в том числе для того, чтобы сдерживать те два десятка стран, которые стоят на пороге обретения ядерного оружия, и которым сегодня нечего говорить, потому что гарантии словесные, гарантии в виде международных соглашений, как выяснилось, не работают. Потому что находится Путин, который говорит, мне на эти гарантии начхать, извините. Ну, возможно. Здесь еще интересна разница в позициях Соединенных Штатов и Евросоюза. Американская позиция гораздо отчетливее и гораздо резче относительно. Потому что Штаты менее зависимы от путинского газа. Они менее рискуют. Они менее зависимы от путинского газа. Да, и меньше рискуют, поскольку Украина, если она вдруг, не дай бог, станет каким-то полем реальных столкновений этих сверхдержав, это же Европа. Европе это больнее будет, чем с этими... С этой точки зрения Европа должна, наоборот, вести себя жестче, чтобы не допустить второй волны агрессии по отношению к Украине. Но Европа зависима достаточно сильно от российского газа. Я думаю, что вот эта путинская агрессия, она отрезвит очень многих в Европе. Хорошо. С точки зрения взаимоотношений с путинским режимом. Хорошо. Ну, я думаю, что мы можем наши беседы заканчивать. Мы прошлись по всему спектру вопросов. Спасибо вам большое, Андрей. Вывод, ну, вывод как есть. Нам необходимо руководство четкое, нам необходим легитимный, мощный президент, и нам необходимы сильные реформы и борьба с коррупцией и за справедливость. И таким образом, тактические и стратегические действия, если будут произведены правильно, то Украина все вопросы решит. Будем на это надеяться. Спасибо. До свидания.